Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня я хочу показать вам еще раз три позиции и конкретно разобрать каждую. Это у меня три разных хлопка. Я связала к каждому образец, то есть теперь есть уже о чем поговорить. Покажу образцы до ВТО и после. И скажу вам свое мнение, расскажу, что буду вязать с данной пряжей. Еще раз напомню, какие мастер-классы будут. В общем, обо всем подробно сегодня с вами поговорим. И давайте начнем с первого артикула, который мне понравился, наверное, больше всех. Просто потрясающая пряжа. Она, наверное, станет одним из моих фаворитов. Это пряжа хлопок с акрилом. Просто великолепная пряжа. Мало того, что она очень мягкая, она просто невероятно мягкая. Вязать с нее одно удовольствие. Легко. Ниточки не цепляются. Хорошая скрутка. Так, давайте сейчас посмотрим сразу. 50% хлопок, 50% акрил, 100 грамм, 190 метров. Она такая довольно толстенькая. Номер цвета у меня 1527. С этой пряжей я решила связать плед. И вот нисколько не ошиблась. Для детских пледов, да и для взрослых пледов, эта пряжа просто находка. Вот действительно. Я начала вязать образец. Это не окончательный вариант. Просто вчера связала примерный образец, каким бы можно было связать плед. Конечно, еще буду думать над узором. Мне важно было посмотреть само полотно, как ложатся петли. По моей плотности вязания. Я вязала, кстати, на спицах номер 5. Рекомендованы. Так, сейчас посмотрю. 4-4,5 в одну нить, если вязать. Я решила вязать на пятерке. Мне показалось, что 4,5 будет маловато. И мне кажется, я угадала. Вот по моей плотности для пледа на 4-4,5 спицах было бы полотно более грубое, забитое. На пятерке просто один восторг. Вот можно прям петь оды этой пряжи. Очень она мне понравилась, девочки. Присмотритесь. По стоимости она довольно бюджетная. Поэтому присмотритесь. Обязательно пройдите по ссылке. Посмотрите, я думаю, что стоит попробовать. Кто постоянно вяжет, особенно детские какие-то изделия. Данную пряжу прям рекомендую. Очень классная. Здесь, вот смотрите, в рисе она. Рис один на один у меня. Как великолепно смотрится. По краям двойные кромочные тоже. Очень красиво в двойных кромочных она. Смотрите, как здорово смотрится. Ну, узор я пока взяла самый простой. Здесь попробовала цепочку сделать. Это еще все буду думать, конечно. Готовлюсь к мастер-классу. Обязательно пледу быть. Поскольку это пряжа, еще раз повторюсь, для пледов подходит на все не 100, даже 200, наверное, процентов. Очень она мне нравится. Также она просто потрясающе подойдет для кардиганов. Но для кардигана, наверное, я бы взяла 4,5 с моей плотностью вязания. И полотно было бы просто шикарное. Хотя можно и на пятерке попробовать. Поскольку, смотря каким узором, опять же, вязать кардиган, можно и пятерочку взять. Здесь идет хорошая скрутка. Уже вам сказала об этом. Тут идет много прям нитей. И великолепно скручена. Ничего не цепляется. Не расслаивается. Одно удовольствие. Просто с нее вязать. Так, ну вот сейчас вот так вот сделаю. Вот. Сейчас даже скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть нитей. Но скручена очень качественно, хорошо. Сейчас по другой пряжи вам скажу. Там как раз вот проблема с этим немножечко. Так, что я пока резюмирую. Пока мне все нравится. Я сейчас этот образец постираю. Сначала его, конечно же, измерю. Запишу себе и постираю. Будем смотреть после ВТО. Как поведет себя эта пряжа. Мне интересно, потянется, не потянется. Как разгладятся все петельки. Очень интересно будет посмотреть. Так, дальше. Следующую пряжу, которую вам хочу показать. Это бархатный хлопок. Пряжа, в принципе, мне тоже очень понравилась. Тактильно она потрясающая. Для детских изделий тоже это находка, на мой взгляд. Очень мягкая. Можно вот прям вязать изделие, которое носить на голое тело. Даже, может, ребенок настолько она мягонькая. 17-34 номер цвета. 45% хлопок, 45% акрил. 10% антипилинг. 100 грамм, 185 метров. Я вам вставляю. Уже видели вы, наверное, когда хлопок с акрилом показывала. Вставляю вот здесь рекомендации тоже. И кое-какая такая вот важная информация с сайта. Можете прочитать дополнительно. Так, теперь что здесь. Вот он мой образец связанный. Мне все нравится. Вот на 100%. И резиночки. Резиночку держит. В принципе, для хлопка довольно неплохо. Прямо вот она, видите, пружинит, возвращается обратно. Хороший эффект. В лицевой глади тоже уже неплохо. До ВТО. В ажуре просто великолепно. То есть пряжа мне это нравится. Тактильно, визуально. Как она смотрится в узорах, в резинке, во всем. Причем пока меня устраивает полностью. Единственный. Вот один такой момент. Как раз вот сейчас хочу остановиться на нем. Здесь слабая скруточка. Тоже, видите, много нитей. Я вязала спицами с острым кончиком. И у меня постоянно цеплялась ниточка. То есть видела, что в процессе вязания где-то я пропустила. Вот. Есть такое немножко. Конечно, старалась аккуратно цеплять, да, каждую петельку. Но были пропуски, были. Вот этот момент, вот единственный, наверное, момент, такой минус, который я могу отметить. А так, ну, просто шикарная пряжа. Шикарная палитра цветов. Так же, как и у хлопка с акрилом. Есть где разгуляться. А тоже буду измерять, стирать. И после этого будем с вами смотреть. Эта ниточка, она потоньше. Она имеет небольшой характерный такой блеск. Вот немножечко видно. И более она пластичная. Вот чем, допустим, хлопок с акрилом. Это, конечно, здесь немножечко другой эффект. Но для детских изделий, повторюсь, это просто находка. Это потрясающая пряжа. Я на все 200% просто довольна этой посылкой. Что фирма Трико дала мне возможность познакомиться вот с такой потрясающей пряжей. Девочки, всем советую. Тоже заказывайте и пробуйте. Так, тоже буду, значит, стирать, измерять. И будем с вами дальше смотреть. По спицам не сказала. Вам резинку вязала на 3,5. Основное полотно на 4,5. И вот такой момент. Для каких-то ажурных изделий, просто для лицевой глади, допустим, для джемперочков, мне кажется, 4,5 великолепно подходит. Но для детского комбинезона все-таки я решила попробовать взять четверку. Еще свежой образец четверки. Мне кажется, что комбинезон должен быть более такой плотненький, да, держать хоть какую-то форму и потеплее. Поэтому буду пробовать на четверки. А резинку так и оставлю на 3,5. Так, по этой пряже пока у меня все. И еще один хлопок, с которым хотела тоже познакомиться. Это нежный хлопок. Тактильно действительно название себя оправдывает. Он очень нежный, комфортный, приятный. Так, 2101 номер цвета. 100% хлопок, 50 грамм, 145 метров. По спицам сразу хочу сказать. Здесь рекомендованы спицы, если вязать в одну нить, 2,5-3. Но что я придумала? Я хотела связать себе такой джемпирог. Если в одну ниточку вязать, это будет более летнее такое легкое, наверное, изделие. Мне нужно на зиму. Зимой где-то здесь, недалеко от дома, в школу сходить к детям, допустим, либо еще куда-то. Хлопковый джемпирог хотела себе. И я буду вязать в две нити. Поэтому у меня образец будет связан в две нити. Я уже начала вязать. Тут все закручивается, девочки. Поэтому показываю, как есть. После ВТО уже посмотрим более наглядно. Так, это будет круглая кокетка. Вот это получается один рапорт. Вниз идет расширение. Хочу, наверное, на круглой кокетке связать. Давно уже не вязала круглые кокетки и как-то соскучилась по ним. Может быть, я переиграю. Не знаю пока. Но решила попробовать. У меня эта схема лежала давно. Это не полностью схема, это только часть ее. Но мне уже достаточно будет посмотреть, определиться. Сейчас проведу ВТО и посмотрю, понравится. Нет мне эффект. Так, я, значит, вязала, получается, в две нити на спицах номер 4. Здесь тоже скруточка слабже. Она примерно такая же идет, как вот в бархатном хлопке. Примерно тот же эффект. Тоже немножко цепляются спицы, если они острые. Я потом что сделала? Я взяла спицы с тупыми концами. И мне было вязать комфортно, как ни странно. Поэтому я насчет этого подумаю. Итак, девочки, вот такая красота сейчас у меня в кадре. Я сейчас все измерю, запишу себе. Пойду, постираю образцы. И буквально скоро с вами встретимся. Ну что, у меня прошли сутки. Мои образцы постиранные все высохли. И теперь давайте посмотрим, в каком они теперь в виде. Итак, начнем. Хлопок с акрила. У нас первый образец. Вот так после ВТО выглядит образец. По тактильным ощущениям осталось все, как и было. Очень мягкий, нежненький, приятный. Теперь по размерам. Я вчера замерила. Так, ширина у меня образца была 15. Высота 11,5. Давайте посмотрим. Так, 15. И 11,5. То есть, абсолютно никак он не изменился. Можно делать смело расчеты и вязать пледик. Чем сегодня я и займусь. Для пледа я выбрала другой узор. Сейчас буду делать расчет и начну вязать. И в ближайшее время во влогах буду вам показывать, что у меня получается. Так, следующая у нас пряжа. Это бархатный хлопок. Вот он образец. А что здесь? Лицевая гладь разгладилась еще лучше. Просто отлично смотрится. Все ровненько, хорошо. Также и ажурный узор. Образец, то есть, полностью разгладился. И все теперь смотрится очень симпатично. По размерам я измеряла по верхней части. Образца своего ширина была 12. И высота была образца 10 сантиметров. Смотрим по верхней части. Ширина 12. И высота 10. То есть, этот образец тоже абсолютно не потянулся. Просто разровнялись, выровнялись все петли. Можно делать расчеты и буду вязать, как уже говорила, комбинезончик детский. Теперь нужно будет мне подобрать узорчики. И приступлю к мастер-классу. Третий образец из пряжи нежный хлопок. Вот так он выглядит. Разровнялся. Все отлично. Посмотрите, как все хорошо. Мне нравится. Тактильно очень приятная пряжа. Вот все три образца тактильно просто, я не знаю, на все 200 баллов. Можно вязать спокойно малышам. Можно вязать и взрослые изделия. То есть, пряжа подходит абсолютно для всех. Здесь у меня идет один рапорт круглой кокетки, как вам уже говорила. И вот так это все, в принципе, хорошо смотрится. Петли разровнялись, образец разровнялся. Все замечательно. Но насчет вот этого джемпера я еще думаю. Может быть, не знаю, либо все-таки буду круглую кокетку вязать, либо реглан сверху. Пока вот я в раздумьях. Конечно, охота повязать круглую кокетку, но не знаю, буду думать. Напишите, пожалуйста, под видео, кто за джемпер с круглой кокеткой и кто за джемпер реглан сверху вниз. Ну, каким-нибудь просто интересным другим узором. Я пока девочке не определилась, не знаю. Но вот такие у меня получились образцы. Протестировали с вами пряжу. Пряжей я осталась на все 100% довольная. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои дополнительные соцсети. Ссылочки все внизу в инфобоксе под видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.